Всем привет, с вами Джейн Фокс, и сегодня настолько ленивый день, и я чувствую себя ленивой задницей, что не хочу ничего активного делать, а просто посидеть и подгадывать загадки. Это, конечно, будет напрягаться мозг, и, возможно, у меня будет не получаться, потому что я всегда туплю, в основном туплю, но я попытаюсь напрячь свои извилины и отгадать всё то, что мне приготовили. Ну а выйти подгадывайте вместе со мной. Погнали! Вопрос номер один. Внимательно посмотрите на этих животных на экране. У нас кошка, крот, козёл, свинья, крокодил и курица. Одно из животных лишнее в этом списке. Какое? Кошка, крот, козёл, свинья, крокодил и курица. Единственное, что может быть, что это типа все домашние животные, кроме крокодила. Но крот это тоже не домашнее животное. Либо... Второй вариант может быть то, что они все ходят по земле, а этот ходит под землёй. Короче, может быть лишний либо крокодил, либо крот. И ещё... Может быть лишним козёл, потому что у него есть рога. Может быть лишним курица, потому что у неё есть крылья. Свинья, потому что она жирная, а кошка, потому что она мяукает. Я зашла слишком далеко. Любой вариант может быть правильным, по сути. Я, мне кажется, остановлю всё-таки на кроте. Давайте глянем. Вот я офигею, если аллигатор и, ну, крокодил, типа, и скажут, типа, о, потому что у него есть острые зубы. Но ответ не кошка, как вы подумали, а свинья. Она единственная из животных, чьё название не начинается с буквы К. Если вы это поняли и дали правильный ответ, поздравляем. Не, ну, блин, я вообще не углублялась в написание каждого названия животного. Кошка, крот. Ну, так-то, если слушать его внимательно, в принципе, он же озвучивает, типа, кошка, крот, туда-сюда. Ладно. Минус один, погнали дальше. А теперь давайте расследовать убийство. Ой, я вижу такие загадки. Женщину убили в дамской комнате ресторана. Какой ужас. Она успела оплатить свой счёт. Но вообще не в этом дело. Итак, вы сможете понять, кто убийца, просто взглянув на эту картинку. Удачи, детективы. Может, это баба, потому что в дамскую комнату может зайти только баба? Кстати, в секунд 15 я никогда не укладываюсь. И вообще, загадки с убийством я их никогда не отгадываю. Может, за ней гнался официант, типа, эээ, чё ты плати? Короче, подойдя поближе и рассмотрев эту картинку повнимательней, я поняла, что это точно не официант и точно не номер один. А, скорее всего, это номер четыре, пусть это не женщина. Но у трупа рядом лежит нож. Второй номер чем-то всё-таки ест. Хоть я и плохо заметила, чем у третьего номера лежит нож на столе. Официант, мне кажется, ему просто не до этого, у него есть работа. Первый номер он вообще лично стикс, потому что ей даже лица не видно. Но у меня подозрение, что это номер четыре. Убийца. Мужчина под номером четыре. Посмотрите внимательнее. Он сидит рядом с туалетом, у него нет ножа, и его рубашка внизу порвана. А теперь опять посмотрите на жертву. Видите, что у неё в руке лоскут его рубашки. А ссадина на шее ставит последние точки нады. Дело закрыто. Зато я отгадала. Погнали дальше. Вы оказались заперты в старом замке. Там нет света. Единственный предмет, который у вас есть, это свеча. Перед вами три двери. За одной из них длинный тоннель, который выведет вас на свободу. За остальными двумя дверями находится кирпичная стена. У вас только одна попытка выбрать и открыть дверь. Если вы ошибётесь и выберете одну из тех, за которыми находится кирпичная стена, то навсегда останетесь узником этого замка. Итак, вопрос. Каким образом вам нужно выбрать правильную дверь? Может быть, постучать по ней? Ну, типа, обычно, если там... Как это проверяется? Типа, если стучишь, там такой звонкий звук, то там, типа, значит, что-то какое-то пустое помещение. А если ты стучишь, и там глухой звук, то как бы, наоборот, там что-то уже заполненное помещение. Ну, не знаю. У меня единственный вариант, который пришёл мне в голову, это постучать. Свеча! Зачем ты нужна свеча? Или этот, чтобы темно не было. Ещё вариант. Свеча есть? Смотришь в замочную скважину. Если ты ничего не видишь, то как бы, ну, там стена. А если ты что-то видишь или... О, нет! Не видишь! А, короче, подносишь свечу к двери, и если она, как бы, пламя не колыхается, и она не тухнет, там стена. А как только она потухнет, потому что там стопудово будет дуть ветер, то там туннель. Я упомянул, что у вас в руках есть свеча. Если поднести её к отверстию, куда вставляется ключ, то у двери, за которой тоннель, пламя свечи начнёт двигаться. Из-за воздуха, который постоянно циркулирует по тоннелю. У остальных двух дверей пламя будет неподвижным. Сколько кубиков на картинке? Вот он самый простой. Ну, капец, какой самый сложный. Хорошо. Короче, там же куб на куб и на куб. И получается, поднесем же тоже кубики есть. И их тоже нужно учитывать. Поэтому здесь один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы же не сказали шесть, верно? Ой-ой-ой, а на картинке-то девять кубиков. Три кубика внизу не видны, но они же всё равно есть. Их тоже нужно посчитать. Что-то у меня с математикой не очень. А у вас? И я перехожу сразу же к следующей загадке. Перед вами двое наручных часов, которые кажутся абсолютно нормальными. Но настоящие из них только одни. А вторые – игрушка. Так какие из них какие? Единственное различие между ними – это стрелки. То есть на одних часах они маленькие, а на других типа маленькая и большая. Ну, мне кажется, что… Мне ничего не кажется. Я просто тут не знаю. Не знаю. Вообще, как бы часы могут быть даже с маленькими стрелочками. То есть, как бы смотря, какая была задумка изготовителя. Он, может, захотел маленькие стрелки в циферблат поставить. Как бы он сделал маленькие стрелки. Захотел одну маленькую, другую большую – сделал одну маленькую, другую большую. То есть, как бы, мне кажется, всё равно должно быть какое-то ещё различие между этими часами. Ну, блин, как понять, они вообще абсолютно одинаковые, кроме стрелок. Все шовчики, всё это одинаковые. Мне терять нечего, поэтому пусть будут игрушечными часы с маленькими стрелочками. Часы слева – игрушечные. Откуда мы знаем? А вы приглядитесь к их минутной стрелке. Она слишком длинная, чтобы пройти весь циферблат. Так что часы справа – настоящие. Всё очень просто. В смысле, как, по сути, стрелка может быть слишком большая, чтобы пройти циферблат? Это просто дебилизм. Я даже на детских часиках крутила эти штучки. Она спокойно проходила по циферблату. Короче, дальше. Есть среди вас фанаты Чикаго Буллс. Давайте взглянем на логотип этой команды НБА. Всё вроде на месте, но на самом деле здесь прячется кое-что ещё. Сможете ли вы разглядеть что-нибудь помимо быка? Блин, я в простом плевке могу что-нибудь увидеть. У меня в ванной плитка с такими штуками. Я постоянно что-то вижу на этой плитке. Ну, это что-то похожее на, типа, кротика или... Это что-то злое. Типа такое... Какое-то может быть животное или же персонаж. Я не знаю, как это объяснить, кто это. Ответ. Переверните логотип быка вверх ногами, и вы увидите робота, сидящего на лавочке и читающего книгу. И как мне теперь это развидеть? Несправедливо. Если б я не увидела этого кротика, я бы перевернула логотип. У вас одна спичка, и вы вошли в тёмную комнату, в которой есть масляная лампа, газета и деревяшка. Что бы вы зажгли в первую очередь? Исходя из чего, смотря, как бы, газета сгорит быстро, щепка сгорит чуть-чуть помедленнее, чем газета. Лампа самая долговечная. Я поняла, что нужно зажечь первым. Это нужно зажечь спичку. Это задачка с подвохом, но я почему-то уверена, что я её догадала. Незачем думать слишком долго. Вы уже и так сделали свой выбор. Сначала вы зажжёте спичку. Ай-яй-яй. Обезьяна, белка и птица поспорили, кто из них быстрее доберётся до вершины кокосовой пальмы. Вопрос. Кто первым схватит банан? Обезьяна, белка или птица? Кокосовая пальма. На ней не растут бананы, по сути. На ней растут кокосы. И как бы тут тупой вопрос, кто первым схватит банан. Банан никто не схватит, потому что на пальме не растут бананы. Никто! Это же кокосовая пальма. Помните? Сконцентрируйтесь. Сейчас мы посмотрим, сможете ли вы увидеть эти цифры. 6, 3, 7. Я, наверное, выгляжу как да. Ответ 637. Я нихрена здесь не вижу. Я вижу 2. И что тут там? Ответ 452. Вот, 4, 5 не увидела. А здесь-то что? Здесь черный квадрат, здесь нет ничего. А нет, тут есть 357. Почти! В общем, сегодня у меня было очень продуктивное видео, потому что я чуть-чуть подпотела и отгадала многие загадки. Но не отгадала 3. Это самую первую про животных, типа, кто был лишний. Потом про игрушечные часы. И про баскетбольный логотип. Я там не увидела робота. И в последней загадке, где нужно было найти на одном фоне какие-то числа, я отгадала 50 на 50. То есть первое число я отгадала полностью. На втором фоне я отгадала только последнее число. И на третьем это 2 числа. Ну а вы напишите в комментариях, сколько вы отгадали загадок. Может быть, есть тот, кто отгадал просто все загадки и будет считаться мегамозгом для меня. А также, если ты хочешь вторую часть с такими загадками, то обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. А с вами была я, Джейн Фокс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok